Каждый год в Латвии от инсультов умирает около 2000 человек. При этом диагнозе, чтобы спасти человеку жизнь, дорога каждая минута. В одну только больницу имени Страденя за год попадает около 10 тысяч пациентов с инсультами. Первая задача врача – как можно быстрее установить место и размер проблемы. И вот тут к ним приходит на подмогу искусственный интеллект. В больнице разработали и внедрили первую в Балтии программу поиска инсульта. Программа сразу же распознает место. Вот здесь можно увидеть регионы и проблему, которую нашел искусственный интеллект. Вот эти пятна – это то, где, по мнению системы, может быть инсульт. До этого врачи-радиологи находили признаки инсульта только по снимкам компьютерной томографии. Чтобы установить диагноз одному пациенту, им приходилось осматривать более 50 снимков. «Радиолог осматривает вот такие картинки и сам пытается найти, где находится патология. Признаки – это более темный участок головного мозга, более темный тон на снимке. Это такая игра с серым цветом. Здесь серое и здесь серое. Но вот здесь нет такой светлой линии. А вот здесь вы видите белую оболочку вокруг. Это здоровый мозг. А тут она пропала. А это значит, что клетки мозга начали умирать или уже умерли». Всего разработка и обучение программы заняли четыре года. Сейчас она выдает результаты с точностью в 70-80%. Но ее продолжают совершенствовать. «Понадобилось 21 тысяча картинок. Каждую нужно было посмотреть, отметить и указать. Вот здесь есть признаки острого инсульта. Таким образом, эта система и обучалась». Чтобы найти признаки инсульта, у врача уходит драгоценное время. А программа справляется с той же задачей меньше, чем за минуту. И в этом ее главная заслуга. «Вот это внутренняя сонная артерия. Мы видим, что вот тут она закрыта. Там нет дальше потока в головной мозг. Вот тут видно небольшую струю, которая проходит через этот тромб. А вот здесь мы вытащили этот тромб. Видно, что вернулся нормальный поток в артерии головного мозга». Но система не заменяет работу врачей, а лишь облегчает их ежедневно работу. «Но, конечно, все основные решения ложатся на плечи врача. Эта программа лишь помогает нам быстрее отбирать пациентов и обратить внимание на пациентов с возможным инсультом».